Моя мечта – это вылечить глиобластому с помощью капель в нос. Почему вообще возникает рак? Первый пациент, которого я вылечил уже 28 лет с начала ремиссии. Стандартный, то есть методом лечения, то есть человек полностью не вылечится. Что сделать, чтобы никогда не стать вашим пациентом? Мы называем их текиллеры, т-убийцы. Каждый больной онкологией, он должен заморозить свои раковые клетки, чтобы они же потом затем и вылечили его. Мы найдем лечение от рака. В эфире Just Sofpad. Меня зовут Динара Саджан. И сегодня у нас в гостях профессор Шимон Славин из Израиля. Я иммунолог, трансплантолог, гематолог, профессор иммуно-онкологии Шимон Славин, а также наш соотечественник Даниэр Шуматаев, онколог и химиотерапевт. Я знаю, что вы познакомились с профессором Славином благодаря вашей пациентке во время пандемии. То есть она не смогла вылететь в Израиль. Я так понимаю, что вашими руками по методике профессора Славина вы смогли вылечить пациентку. Эта пациентка, конечно, изначально немой. Эта пациентка, получается, первым этапом обратился к клинике Турции. И там почти год-полтора лечился стандартными методами лечения. Это химиотерапия и таргентная терапия. Но видите, когда стадия, скажем, запущенная, то есть четвертая стадия, стандартное лечение может быть какое-то время остановить и, может быть, будет продлевать жизнь. Но один прекрасный день, то есть вот это лечение не поможет и начнут прогрессироваться. И так и случилось. И им предложили еще продолжать химиотерапию дальше. И они, естественно, видят, что никакой, то есть от этих лечений нет помощи. Они из Турции ищут, получается, такого профессора, где можно дальше продолжать лечение. И они каким-то образом находят профессора Шимина Славина, и оттуда уезжает Израиль. И уже начинают там, естественно, уже по методике профессора Шимина Славина. И они же не могут все время находиться там, а какое-то время, то есть должны они на перерыв, то есть уехать в свою страну. И они, получается, переезжают в Казахстан. И в тот момент случается всемирная пандемия, и в итоге, получается, границы все закрываются. И профессор рекомендует, найдите такого онколога, который сможет это все сделать. И они каким-то образом своими знакомыми находят меня. И они спрашивают, вот так и так, мы лечились вот такого-то профессора, то есть у него такой новый метод, ты сможешь это сделать? Я говорю, ну, мне это всегда интересно, такие новые инновационные методы. Я говорю, мне интересно, давайте я выйду с профессором, то есть онлайн, как это все сделать, пусть мне объяснить. Я постараюсь все это сделать. И у вас получилось? Да. Профессор, благодаря вашей пациентке вы обрели себе нового ученика, который двигает новую методику лечения рака у нас в стране, потому что у нас в стране только, насколько я знаю, это лучевая терапия, это хирургия и химиотерапия. Ну, это и таргентная, и иммунотерапия тоже включительно. Но иммунотерапии у нас же не было. То есть вот онкалитической терапии у нас же не было. Это иммуновирусная терапия, то есть до этого времени никто не делал. То есть вы первые? Для нашей страны лечение онкологии с помощью онкологических вирусов это новый метод, и это ваш метод. Как вообще родилась эта идея? Эта идея началась много лет назад. Потому что я был внести в лечении пациентов с канцером, особенно в мозг, и они не отвечали к любому лечению. И каждый пациент с этим пациентом, называемый глиобластома, они обычно survive между 12 и 14 месяцев, и нет. И я видел два пациента, которые отвечали к лечению пациентов с вирусом, который был из-за чеки. Один из них, сейчас, 28 лет назад, after failing every treatment. Это очень красивый муж, и девочка, который сейчас 27 лет назад, после того, что вы ошиблись на каждой пациентной лечения. И это позволило мне начать исследования для найти лучшее онкологическое вирус. Проблема была, что, если у нас на успех с урами с онкологическим вирусом, очень драматичным, то успех с урами было слишком маленьким, слишком низким. И поэтому, этот вирус, который был использован в двух пациентах, не мог быть использован на большом уровне, потому что его успешность была низкой. Поэтому я подходил вирусу, эксперты в пищевых заболеваниях, и я спросил ему, «Почему мы не возьмем все вирусы, которые вы collected over the years? Я имею более чем 100 типов пациентов, которые могут возрастить в пищевых заболеваниях. Я даю вам все опасные пациенты, которые возрастут в пищевых заболеваниях, вы сметите все вирусы, которые вы имеете, и давайте посмотрим, если мы можем найти один, который убит очень успешно различные пациенты. В результате мы обнаружили один, один из первых пациентов, который работал очень хорошо, вирус, который может быть очень опасным для пищевых заболеваний, но он полностью не вредит в людях, потому что он не атакует нормальные желания. Я правильно понимаю, профессор Славин, Деньяр, онкологический вирус находит в организме именно раковые клетки, при этом он не трогает здоровые клетки? Да. А как он так напрямую попадает? Окей, и based on our discovery, the virus that is better than anything else we tested, my dream is, you know what? What? The worst cancer is glioblastoma, the brain cancer. In children and adults, all of them die within about a year. My dream is to cure the worst cancer with nose drops, because the oncolytic virus we can put in the drops in the nose, the patient lies like this and sniff and in the upper part of the nose there is a membrane, Yes, semi-permeable, it can transfer the virus directly to the brain. So my dream is, sounds funny. Профессор Славин, а почему вот до сих пор, вот вы сколько лет, более 40, около 40 лет, да, занимаетесь лечением онкологии, почему до сих пор нет, скажем, ни лекарства, ни конкретного там, я не знаю, лечения, да, то есть, чтобы действительно можно сказать, что вот это, этот метод или это лекарство точно вылечит от рака. Почему до сих пор этого нет? Cancer is not a disease. It is a family of hundreds of different diseases. Actually, there is no two cancers that are the same. No two cancers that are the same. If you talk about breast cancer, for example, there's no two women that the cancer is exactly the same. And therefore treatment cannot be the same. Treatment of cancer must be personalized, tailor-made, selectively against that cancer. There's no two cancers that are the same. You cannot use the same principles or the same medication not only for every cancer, not even only for breast cancer, not even for brain cancer, not even for every cancer is different. And then, you know, I have a question, Professor Slavin. Why is the cancer actually happening? I understand that Danyar said that the cancer cells have every person. But what does it cause? Why are they awake at some point? We don't know exactly the cause of cancer, but there are probably different causes of different cancers, because one type of cancer has nothing to do with another type of cancer. But there's one common denominator. Normally cells live and die. The death is natural death. It's called apoptosis. It is like the leaves of the tree in the winter, they fall down, but the tree is not dead, because next it will go again. All the tissues in the body have some circulation. The cancer lost the mechanism of death. So it doesn't die. It divides and divides and divides and divides. It lost the mechanism of natural death, which is called apoptosis. It's like an epo is leaf of a tree. Poptosis is falling down. So it's like the leaves of the tree fall down in the winter, but it is natural death, not true death. Prof. Slavin, can you say that these cells, which have not died until the end, that they start to grow, and because of this is a disease? Cancer is called by a mutation that does many things, but among other things, it shuts off the mechanism of apoptosis. Therefore, theoretically, one of the possible treatments of cancer is to activate apoptosis. If we could activate apoptosis, then the cells will die, will not continue to divide and divide and divide until they kill the patient. With Rack of ketones, they fight by taking off of the phimioterapia, right? So, when they kill, I mean, every cure, they kill people in the fact that they kill, they be in the way they will perform on the entire op lungs, plus they still will form what kind of minerals they will lead. But after the phimioterapia they have got wool? Yes, they will happen, То есть бывают какие-то снижения анализа, то есть ликоцитов, гемоглобин и так далее. То есть это нормальные клетки, то есть видите, он всё равно влияет на нормальные клетки. Но химия изначально как будто действует, то есть поверхность, он временно останавливает вот эти рост опухолей клетки. Но когда-нибудь появится такая химия-резистентность. То есть химия, вот эти новые, получается, обновлённые опухоли клетки, они уже не будут чувствовать вот этих химпрепаратов. И иногда бывает, то есть они переходят. То есть химиотерапия – это временный такой этап? Какой-то временный этап. То есть если это, скажем, какой-то уже запущенный случай. Бывает иногда, то есть начальная стадия, когда операцию сделали, удалили полностью. То есть есть всё равно вот эти микрометастазы, которые её может быть в лимфоузлах или крови будут ходить. И такие, то есть даже навороченные аппараты, как называется, ПЭТК, они не видят это всё. То есть они могут где-то спрятаться, да? Ну они с крови будут гулять. То есть это только когда, то есть этого брать с крови какие-то, то есть супернавороченные есть лаборатории в Америке, может они увидеть количество вот этих опухолей клетки. А так, то есть такими оборудованиями, аппаратами это не увидишь, вот эти клетки. Скажем, думая, что ты операцию сделал, то есть провёл химиотерапию, то есть лучевую терапию, ладно, таргентную, хоть иммунотерапию. И думает человек, что находится ремиссия, то есть он не вылечился до сих пор, он находится, то есть ремиссия, может быть, через год, через полтора, через два года. Опять вот эти микрометастазы, они начнут опять делиться и будут оседать, где вот эти органы, и начнут там, получается, появляются вот эти метастазы. То есть это в лёгком, в печени, в костях и других местах. И от этого многие ошибаются, что человек уже вылечился. Нет. Если человек, скажем, находится ремиссия 10 и больше, есть вероятность, что человек, то есть, может, вылечился, и это неточный ответ. То есть, может, через 10 лет появятся вот эти опухольные клетки. Профессор Савин, когда человек получает этот диагноз, и от этого никто не застрахован, он получает диагноз рак, с чего начинать? С химиотерапии, лучевой терапии, иммунотерапии или идти сразу резать? Что делать? Если больно, конечно, тем лучше, the лучше, то первое. Вы должны делать обычную Vision 이용ом. Если это заставляет см организация, то есть 우와 у человека, строки, химиотерапия и радиация. Sometimes you have to use a combination of chemotherapy and radiation therapy. The only problem is that sometimes, although you can cure just by taking the tumor out, if there were no representative cells traveling to remote locations. But if the cancer already spread and the surgeon cannot see every cell, then you have to use something smarter to go after the cells that because they don't want to die, they don't have apoptosis, we have to invent new ways how to kill them. Now, to answer your question more specifically, if a cancer is diagnosed, the first thing you do is conventional treatment, either surgery, chemotherapy, radiation or combination, depending on the cancer. Our personal recommendation, if a tumor is taken out, which normally goes to pathology, we always suggest to consider keeping part of the tumor frozen, deep frozen, because then we can use the tumor to create a vaccine against cancer. Because I told you that every cancer is different. If I have the cancer itself, I can use it as a vaccine to induce killing against that particular cancer. Normally, surgeons don't do it, they just take it, they send it to pathology, informalin, but I always suggest keep a piece frozen. It can help you diagnose better, but it can help us create a vaccine for selective anti-cancer immunotherapy. Like with coronavirus? When coronavirus came to us, we found out what is anti-cancer immunotherapy, that it needs to be vaccinated. I understand, about what we are talking about. So, every patient with an oncologist has to freeze his cells, he has to freeze his cells in his cells, so that they can then heal his cells. So, standard method of treatment, that is, 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 see Kurtixor. Yes, 75% of cells would agree. Would you recommend now to have a vaccine, to go back to the trigger after these cells together? Yes, Professor, that is... Yes, Professor, Mr. Bernard, it is because of example for many top 맞는 cells. including the drugs for the two inventors that got a Nobel Prize. The purpose is to activate the immune system of the patient himself to activate against cancer. In other words, we obtain lymphocytes from the blood of a family member or anybody. Activate them, we train them to become killers four or five days only in the laboratory and then we give it to the patient. And we can target them to the goal. We want them to go, we tell them where to go, like a guided missile. You know, there's a radar and here we use monoclonal antibodies, antibodies against that specific cancer. Guided missiles against cancer. Okay, but instead of using a bomb or chemotherapy, we use killer cells. Because there is no chemotherapy, there is no radiation that can be more effective than lymphocytes from any other person. Dr. Dr. Этот метод, который сейчас профессор говорит, насчет антираковой вакцины и так далее, это получается в Германии, в Израиле используется. И наша цель вообще, получается, совместно с профессором открыть такую современную клинику, которая внедрит вот эти методы, чтобы и от этого вывести Казахстан на мировой уровень, чтобы во всему миру к нам пришли. А что для этого необходимо? Для необходимо, получается, это большие инвестиции и, естественно, ресурсы, то есть это оборудование, технологии и так далее, и профессор. И профессор Славин готов сотрудничать с Казахстаном и открыть здесь такой онкологический центр, который будет лечить не только Казахстан, но и весь мир, да? Да, и получается, и сам профессор будет курировать эту клинику, и будет, то есть какое-то время, ну то есть... Сейчас вы что делаете? Сейчас вы ищете инвестора? Мы в данный момент ищем такого инвестора, чтобы создать такую огромную клинику, которая самыми, скажем, последними оборудованиями, технологиями, и начать, получается, делать вот эти методы. И получается из других, не то что Казахстан, то есть обхватить, а иметь весь мир, чтобы с этим методом, то есть видите, это стандартные методы, и во всему миру это не действует, то есть какое-то время помогает, какого-то время, то есть определенное время не будет помогать. Это новинка, да, получается, новые технологии. То есть их много, то есть у профессора, то есть такие методы, это один из такой-то вот кусочек, и мы это, видимо, от этого результаты. Представьте, если мы начнем внедрять вот эти другие методы, которые вообще... Да, это которые уже, скажем, некоторые методы уже, то есть, скажем, в Америке уже патентованные методы, то есть профессора Шимнаславина, который, представьте, у нас такая огромная, то есть удача для Казахстана вообще, что такой профессор, то есть хочет с нами работать, создать такую клинику совместную и помочь не только Казахстану, а весь миру. В целом, в целом терапии, мы уже имеем свидетельство о том, что первый пациент, 28 лет назад, это была 12-летняя девочка, теперь она доктор. Это первый пациент в мире, я не на камеру, так как вы знаете, мы имеем свидетельство о том, когда мы используем лимфоциде от другого человека. Это мы уже убили, но и уколитик вирус, это новое, мы не имеем в виду, это почему мы приехали сюда, потому что они были открытыми, чтобы делать это. И мы начнем с терминаловыми пациентами, просто чтобы показать, что это безопасно. Следующий путь будет принимать лучше пациентов, не лучше, плохие пациенты, но пациенты с менее болезнью, чтобы их лечить. Поэтому, когда вы начали с новой медицей, первое, что нужно показать, называется ФАЗ-1, нужно показать, что это безопасно. После того, чтобы показать, что это безопасно, вы можете увидеть, что это антикансерный эффект, и тогда это лечится. Мне кажется, что пациент, который попадает к профессору Славину, вылечивается. Ну, не знаю, первая, вторая, третья стадия точно, ну, а четвертая, наверное, там уже все в руках Всевышнего, да? Мы верим, что да, потому что мы уже увидели, что это не хипотетическое, но мы должны продолжать делать это и получить больше опыт. Можно тогда такой вопрос, профессор Славин, что сделать, чтобы никогда не стать вашим пациентом? Да. 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 Быть недавно с чеком, на рутинном чеком, every woman, брэй, гигнациологи, быть осознанным, что ничего изменяется в cuerpo, если все изменяется. Всегда! Для, например, 5 лет, полуэкспрессивный экзамен, чтобы проверить болезнь болезни. Но нет спецификации против болезни. Только безопасность и хорошая качество жизни prevent dangerous things. Например, чтобы быть fat. Fat people have more болезни. Диабетские пациенты имеют больше канцера. Поэтому нужно контролировать себя как бы лучше, быть осознанным изменениям и делать чекапы. Что приходит к вам, к онкологам, уже на последней стадии, как правило? Ну да, в основном приходит, естественно, в запущенных стадиях. Почему? Потому что многие боятся ходить к врачу, думая, что может быть у него онкология или какие-то другие заболевания. И они ходят, то есть самолечением занимаются или ходят к каким-то непонятным бабкам, знахерам. И в итоге пропускают вот эти моменты. И когда уже вот эти все не помогают, и они тогда уже обращаются к онкологам. На четвертой стадии уже шансы совсем маленькие. Конечно. Если бы они пришли бы начальной стадии, естественно, тогда уже очень большой шанс, что этот человек может вылечиться. То есть пациент, который приходит к вам с первой стадии, его вылечить можно на сто процентов? Ну, конечно, сто процентов это только дает, естественно, Бог. Мы предполагаем, что, конечно, у него будет очень большой шанс, чем сравнение с запущенными стадиями. Дениар, ну вот когда мы с вами вышли в прямой эфир, после я читала отзывы, вас всех хвалят и все благодарны вам. Ну вот большинство пациентов, которые, видимо, приходили к вам, которые остались в живых, они вас хвалят. Теперь у вас такой союз с профессором Славиным, и вы стали сильнее? Ну, естественно, получается, не то что сильнее. То есть у меня уже появились... Я вообще, когда вот работал, то есть не знаком был профессором, когда начал работать онкологом, скажем, обычным, то есть в государственных клиниках, я всегда думал, почему вот... Потому что действительно от онкологии очень много запущенных случаев, очень много смертности, это правда, это потому что все знают это, что это действительно правда. И у меня всегда казалось, почему нет такого метода, когда можно помочь вот этим людям. Я всегда мечтал, думал, я думал, ну в Казахстане какая наука, то есть это правда, что у нас нет такой науки, особенно отношения онкологии. И я всегда думал, что бы сделать, чтобы найти какую-то помощь и идти вперед. И вот, видимо, этот Аллах услышал меня, и вот какой-то коронавирус, то есть, ну, конечно, это плохой болезнь, то есть много от него пострадали. На телевидении, благодаря пандемии мы познакомились. Да, да, да. И я думаю, в будущем, то есть, мы найдем лечение от рака. Немножко, нет магического болезни против кинцера. Также, нужно выбрать правильный отец и мать, чтобы вы получаете хорошие генетики, вы нужны хорошие генеты, among других. Но есть определенные вещи, которые можно сделать, как я уже говорил, не смокирование, не очень много экспозиции к солнцу, не очень много экспозиции к радиации. Есть определенные вещи, которые мы знаем, которые вызывают кинцеру. Есть также некоторые drugs, которые вызывают кинцеру. Некоторые анти-канцеры анти-канцеры, которые мы используем, могут вызвать второй кинцер. Это простая вопрос, но главное, что в основном, это первое, что для первого диагноза, хорошая предприятия, если вы имеете высокий риск из-за организации, иммунология в первом этаже, Which kind of immunotherapy, as I said, there are different options, also oncolytic virus and also activation of the immune system, also using cells from another donor, we have a variety of possibilities. It all depends on which type of cancer, which type of patient, where is the cancer located, and growing experience that will help us use the right thing for the right patient. Thank you for having me and for the interview. We are always happy to help patients in need. And when we know what to do, we will do, and when we don't know, we will think about what is best to do.